Приветствую вас на канале Скоробиц. Меня зовут Галина Черемисина. Сегодня у нас урок по основам бисероплетения. Мы покажем, как закончить цепочку из бисера петелькой для крепления фурнитуры, а потом как сделать петельку на цепочке из двух рядов, сплетенной по принципу елочкой. Набрали на нить нужное количество бисера. И теперь будем делать петельку для крепления фурнитуры. Я попробую, какой мне нравится размер петельки. Могу даже не считать бисеринки. Вот так мне нравится, так достаточно. Теперь надо пройти в следующую бисеринку вниз по направлению к середине колье. Петелька получается вот такая в форме капельки. Петельку надо пройти, прошить еще раз, укрепить. Я набираю еще одну бисеринку на иглу, пропускаю крестовую и возвращаюсь в бисеринки петли. Вот это наша бывшая крестовая бисеринка. Она ровно лежит, из нее продолжается цепочка. А вот это наша добавленная. Она сейчас как бы оторвана от цепочки. И в первую крестовую проходить не буду, а пройду сейчас вот сразу в эту добавленную, сверху вниз к середине колье. Все подтяну и начну возвращаться по цепочке. Петелька должна лечь ровно. Нужно выровнять натяжение между первой крестовой бисеринкой и второй. Если нам эта нитка больше не нужна, если мы не будем из нее делать еще какие-то узоры, то закрепляем ее узелочком. Подхватываем нитку между бисеринками, протягиваем не до конца, оставляем петельку. Продергиваем в петельку иглу и теперь затягиваем узелок до конца, аккуратно поместив его между бисеринками. Проходим еще через несколько бисеринок и делаем еще такой же узелочек. Три-четыре узелка. Потом проходим еще через несколько бисеринок и в натянутом состоянии обрезаем нитку поближе к бисеринкам, чтобы конец нити спрятался в бисеринках. Эта сторона с петелькой для крепления фурнитуры у нас уже готова. Сделаем петельку на ленточке, которую мы плели в два ряда елочкой. Плетение у нас было в два столбика и мы будем как бы пришивать правый столбик к правому, а левый к левому. Сейчас нить выходит с правого столбца. Я примечаю бисеринку в правом столбце по размеру нужной мне петельки. Проходим в нее сверху вниз. Плетение елочкой достаточно плотное. Дополнительно прошивать петельку уже не надо. Вернемся через последнюю бисеринку правого столбика. Теперь левый столбик надо пришить. Мы пройдем по левому столбику вверх и потом по нижнему ряду обратно вниз по левому столбику по верхнему ряду. Затянем аккуратно, чтобы швы спрятались. Если размер бисера позволяет, если игла проходит свободно, то можно еще раз прошить по верхнему ряду вверх и по соседнему ряду вниз. Петелька готова. Будем закреплять нить. Пройду несколько бисеринок, подхвачу шов между бисеринками, делаю петлю, продену в нее иглу, затягиваю узелок и аккуратно прячу его между бисеринками. Пройду еще через несколько бисеринок, сделаю еще узелок. Закрепляем нить двумя-тремя узелками. После этого пройдем еще несколько бусин, хорошо натягиваем нить и обрезаем поближе к плетению. Таким образом у меня получилась петелька на конце, сплетенном в два ряда елочкой. Аналогично делается петелька на любой широкой цепочке. Каждый столбец закрепляется к соответственному столбцу. Теперь нам нужно закрепить фурнитуру. С одной стороны это будет замочек. Одеваем два колечка. Обращаю ваше внимание, что колечко нужно раскрывать на себя, а не в сторону, не портить форму. Надеваем одно колечко и закрываем его аккуратно, плотно. Рядом одеваем также второе кольцо. Я всегда делаю два кольца рядом для надежности. Так как мы их одеваем на нитку с бисером, бывает нитка проскакивает между бисеринок и в отверстие колечка. За эти два кольца вместе закрепляем еще одно кольцо и на него надеваем карабин или цепочку. На этом конце закреплю цепочку. Просто одеваю ее на кольцо и аккуратно закрываю. Абсолютно аналогично одеваем на другом конце два кольца, потом еще одно переходное и потом карабинчик. Петелька готова. Бисер, бусины и другие материалы для бисероплетения вы можете приобрести на сайте skorabits.com До новых встреч на нашем канале! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»